Центр временного содержания Центр временного содержания В Центре оборудован лицензированный медицинский кабинет, сотрудники которого следят за здоровьем несовершеннолетних воспитанников на протяжении всего периода их содержания, а также готовят необходимую медицинскую документацию для прохождения клиника экспертной и медико-психолого-педагогической комиссии. С подростками проводится ежедневный медицинский осмотр, им оказывается своевременное лечение. Помимо этого, медицинские работники Центра тесно сотрудничают с областной наркологией, совместно решая вопрос о постановке на учет и дальнейшему наблюдению по месту жительства подростков, в результате обследования которых выявлены случаи злоупотребления психоактивными веществами. За время нахождения в Центре несовершеннолетние получают знания в рамках школьной программы в соответствии с имеющимся у них образовательным уровнем. Подростки, как правило, не посещающие учебные занятия в школе по месту жительства, получают новые знания на уроках в течение учебного года и классных часах во время школьных каникул. Уроки, проводимые педагогами, основаны на реализации индивидуального подхода к каждому воспитаннику. Они сопровождаются использованием широкого спектра статической и динамической наглядности, индивидуальных творческих знаний, упражнений, ранжированных по виду сложности. Оценки, полученные воспитанниками по изучаемым дисциплинам, направляются по месту их учебы по истечению срока содержания. На сегодняшний день Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей укомплектован высококвалифицированными специалистами в области педагогики и психологии. Здесь используются специально разработанные программы воспитания и перевоспитания, которые позволяют качественно проводить коррекцию поведения подростков. Основным методом педагогической коррекции является воспитательная беседа, в ходе которой несовершеннолетние получают нравственно-правовые знания. Кроме этого, воспитателями широко используются дискуссии, сюжетные игры, практикумы, викторины и конкурсы. Многоаспектной является и работа психолога. Помимо проведения психологической диагностики, результаты которой ложатся в основу разработки плана индивидуальной работы с воспитанниками, психологам проводятся коррекционные и профилактические мероприятия с несовершеннолетними. Подростки с большим удовольствием посещают групповые и индивидуальные занятия релаксации и мобилизации в комнате психологической разгрузки центра. Для них закуплено специализированное оборудование – релаксационное кресло, видеоаппаратура для проведения видео- и аудиосеансов, прибор аудиовизуальной стимуляции, массажное кресло. Проводимая с ними коррекционная работа направлена преимущественно на повышение адаптационных способностей, снижение уровня тревожности, формирование и закрепление социально значимых качеств личности, развитие интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер. В рамках дополнительного образования подростков силами сотрудников центра организовано занятие по рисованию, аппликации из бумаги, ткани и природных материалов. Одним из любимых занятий у подростков остаются занятия бумагопластикой в технике оригами. Подростки узнают о свойствах бумаги и основных принципах сложения, постигают основы геометрии, учатся делать плоские, объемные, подвижные и другие фигуры. Центр работает в тесном сотрудничестве с Домом творчества Советского района. Ребята под руководством педагогов дополнительного образования занимаются в кружках по интересам. Макраме, прикладное творчество, юный натуралист. На этих занятиях воспитанники приобретают новые знания, умения, навыки ручного труда, развивают мелкую моторику, формируют творческое видение, расширяют кругозор, учатся самостоятельно организовывать свой досуг. У многих из них формируется мотивация к дальнейшему посещению кружков по интересам, по месту жительства. Созданные ими коллективные поделки принимают участие в районах, городских, областных, международных фестивалях и конкурсах прикладного творчества и отмеченной дипломами победителей. А сами работы воспитанников украшают коридоры и классные комнаты ЦВСНП. Досуг несовершеннолетних воспитанников в центре также представляет собой процесс организованной и целенаправленной. В ходе досуговых мероприятий подростки совершенствуют имеющиеся знания и умения, развивают полезные качества личности, учатся взаимодействовать друг с другом, тренируют память, воображение, развивают мышление, формируют установку на активный, социально приемлемый досуг. С учетом индивидуальных предпочтений воспитанников в игровой комнате имеются обучающие и развивающие одиночные и парные настольные игры, художественная и энциклопедическая литература, необходимые материалы для творческой деятельности. Систематически проводятся турниры по шашкам, настольному футболу, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков на заданную тему, тематические викторины. В рамках трудового воспитания несовершеннолетние правонарушители участвуют в посильном общественно-полезном труде. Выполняемая ими работа направлена на формирование у них навыков самообслуживания и самообеспечения. Подростки привыкают к аккуратности, учатся соблюдать правила личной гигиены, беречь имущество и уважать труд других людей. За 2014 год в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и главного управления было помещено 220 несовершеннолетних правонарушителей. За полгода периода 2015 у нас помещено 158 несовершеннолетних. Если судить из-за анализа повторных нам помещенных, то в 2014 году это составило у нас 7,7% от общего количества. В текущем периоде это у нас 3,8%. Федеральным законом 120 от 1999 года там определены 8 органов учреждений, которые непосредственно должны заниматься детскими правонарушениями и беспризорностью. Здесь должна быть совокупность полностью всех этих органов учреждений, тесное взаимодействие. Только тогда мы сможем увидеть положительные тенденции в вопросе детских правонарушений. Методы и форма работы с подростками, а также материально-техническая база Центра регулярно совершенствуются, что позволяет постоянно повышать эффективность воспитательно-профилактических мероприятий, проводимых совместными усилиями сотрудников Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.